МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Необходимость посещения врача нельзя отнести к самым позитивным моментам жизни. Однако, если перед вами специалист не просто высокого уровня, но и большой души человек, то само по себе неприятное состояние проблем со здоровьем уже не так страшно. Психология отношений между людьми и здесь играет огромную роль. Помните расхожую фразу о том, что все болезни от нервов? Так вот, это совсем недалеко от истины, ведь наш организм способен быстрее восстанавливаться, если пациент окружен заботой, позитивным отношением к лечению и врачами, для которых медицина не просто работа, но и призвание. Сегодня, в преддверии Дня медиков, мы хотим поговорить о здравоохранении Самарской области. Знакомьтесь, пожалуйста, приветствуйте в нашей студии Сергей Вдовенко, заместитель министра здравоохранения Самарской области, руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения. Добрый день. Добрый день. Сергей Анатольевич, вот ваше личное мнение, по каким показателям нужно оценивать эффективность работы системы здравоохранения? Любой области, страны, города? Понимаете, есть показатели, так скажем, глобальные или на макро уровне. Здесь, когда мы говорим, что самое глобальное, это смертность продолжительной жизни населения, где хоть и, так сказать, не такой большой, как хотелось бы, но вклад здравоохранения достаточно ощутимый. Есть, так скажем, индивидуальные показатели эффективности, когда человек, имеющий то или иное хроническое заболевание, достигает показателей, своих показателей, те, при которых его болезнь не будет коррессировать или не приведет к каким-то осложнениям. Или если человек не болеет, но у него выявлены какие-то фоновые заболевания или факторы риска, и мы их корректируем. То есть вот если говорить по уровням, то из этих вот маленьких кирпичиков каждого человека складывается потом уже и глобальный, это заболеваемость и это смертность населения. Ну вот если вернуться к вашим критериям, то насколько эффективно здравоохранение Самарской области? Если вернуться к критериям, то, так скажем, оно достаточно эффективно. Потому что если говорить о годе прошедшем, то здесь мы добились достаточно, примерно про 2014 год, весомых успехов в плане снижения смертности. У нас снижилась как общая смертность, так и смертность от основных классов от болезни системы кровообращения. Впервые за последние 5 лет у нас началось снижение смертности от онкологических заболеваний, несмотря на то, что заболеваемость общая этими заболеваниями у нас растет и превышает почти на 20% таковую в России и в нашем округе. И, кроме этого, у нас очень низкий показатель, традиционно низкий для нашего региона, младенческой и материнской смертности. К сожалению, то, что меньше зависит от нас, это внешние причины смерти, ну, это, понятно, дорожно-транспортные происшествия, это различные отравления, то есть воздействие внешних факторов, они в прошлом году у нас выросли. Поэтому нам не надо достичь вот столь значок, как бы нам хотелось снижение всей смертности. Вот от тех причин, на которые мы можем повлиять, они называются управляемые причины смерти, мы заметили достаточно существенное влияние и снижение. В этом году тенденции по онкологии продолжают развиваться. Мы видим, что уже за предстекшие 4 месяца, по которым у нас подведена статистика, еще на 10% человек у нас стали меньше умирать от онкологических заболеваний. И это, наверное, хорошо, потому что, имея такой современнейший онкологический центр в области, надо полностью задействовать его ресурсы. И здесь мы в последние годы сделали несколько важных решений. Во-первых, мы, так сказать, сами с онкоцентром повернули его в сторону первичного звена, то есть это не стало учреждение, которое работает только на себя и только на тех пациентов, которые пришли к ним, но оно работает и с учреждениями первичными, и санитарной помощью, то есть с теми же самыми поликлиниками, сельскими районными больницами, помогая им выявлять и контролируя своевременное выявление и направление к себе этих пациентов. Кроме того, мы сняли ограничения, то есть, ну, понятно, что мы все живем в эпоху страховой медицины, и для того, чтобы попасть, например, к специалисту, да, к какому-то более высокому уровню, чем, так сказать, в районной поликлинике, необходимо направление из-за этой самой районной поликлиники. То есть мы с прошлого года сняли ограничения, и теперь, если пациент попал в онкодиспансер, и у него выявлено заболевание, то больше пациенту ходить в свою поликлинику за направлениями не нужно. То есть все, что необходимому, ему назначат врачи в онкоцентре, и все обследования ему будут делаться, те, которые необходимы, уже без бесконечной вот этой ротации пациента, возвращение его к себе в поликлинику за новую новую проблему. И это, ну, или сократило время ожидания пациентам долгожданного начала лечения, да, и мы, видите, сразу увидели, что по этой проблеме у нас пошло вот на улучшение как раз средств снижения заболеваемых от этой причины. Вот смотрите, опять возвращаясь к показателям, снижение смертности – это вообще здорово. Ну, а предположим, человек не умирает, живет, но он все время болеет, лечиться ему некомфортно, уровень здравоохранения его не устраивает, и, в общем, вот так вот живет человек, всю жизнь мучается. То есть, а вот мнение, ощущение пациентов вообще может как-то служить критерием? Это вторая, так сказать, часть, про которую тоже хотел сказать, вы немножко меня опередили, да, то есть это вот то, что субъективно, то, что мы называем удовлетворенность пациентам, пациентов медицинской помощью. И здесь у нас есть как бы вот в этой удовлетворенности мы выделяем две части – это доступность медицинской помощи и качество ее, да, потому что вот эти две стороны, как правило, видят пациенты. Да, вы на самом деле сказали, что если человеку комфортно, если его окружают с улыбками, встречают как родного, и все в этом духе, да, то понятно, что здесь болезнь начинает сразу же отступать. Если картина обратная, то человек вместо получения помощи получает себе еще дополнительные отрицательные эмоции, что, ну, так скажем, опять же, влияет негативное его здоровье. Поэтому удовлетворенность населения, да. Если говорить об этом, то здесь очень маленькие шажки, но сдвиги мы видим, да, если у нас там год назад по опросам Федеральной службы охраны только 27% было удовлетворены вот качеством, вернее, просто медицинской помощи, информировка такая, то сейчас мы видим 30%. Ну, 3%, ну, то это… А с чем вы это связываете? Ну, здесь мы связываем, наверное, что называется, с тем, что мы постарались изменить работу наших учреждений и сделать ее более пациентно-ориентированной. Потому что, ну, не секрет, что вот как театр начинается с вешалки, да, так любое учреждение медицинское, оно начинается или с приемного покоя, или с регистратуры. Регистратуры, да. Да, и поэтому вот мы видели, что у нас много проблем в регистратурах. Что зачастую регистраторы, которые работают здесь, они, ну, понятно, что они находятся, можно сказать, на передовой, и здесь и около окошка стоят, и по телефону звонят, и так далее. Поэтому уровень их общения и качество их общения очень далеко было не всегда идеальным, и таким, и таким, хотя бы, какое необходимо. Поэтому здесь вот мы провели ряд, так сказать, ну, мероприятий. Одно из них – мы усилили контроль за регистраторами. То есть здесь у нас проводятся периодические проверки. Здесь сотрудники министерства и, так скажем, волонтеры проводят проверки, то есть насколько человеку доступен, как работает регистратура. Мало того, у нас появилась идея создания молодежного министерства. То есть мы вот набираем дублеров. Интересная новость. Да, для того, чтобы вот посмотреть свежим взглядом со стороны, да, со стороны молодежи, со стороны нового поколения на работу нашего здравоохранения и вот на работу многих, так сказать, на болевые точки, чтобы принять какие-то решения, потому что, ну, не всегда уже, когда особый человек давно уже отошел от работы в практическом здравоохранении, да, не всегда вот эти проблемы может быть видны. Поэтому вот первым заданием для наших волонтеров было как раз пройти по регистраторам поликлиник города Самары. Это задание сейчас у них близится к концу. То есть вы еще не знаете результатов? В течение месяца они работали. Опять же, это, ну, так скажем, не медийные лица, их не знают в поликлинике. Когда они пришли, это обычные студенты или ординаторы, которые еще пока даже не работают врачами, но они получили от нас опросник, что надо смотреть, на что обратить внимание и так далее, и мы как раз на этой неделе хотим сделать уже вот такую очную ставку, скажем, этих вот наших волонтеров, которые работали, и главных врачей поликлиника. И вот эти наши волонтеры, они скажут все, что они видели негативного, какими видели слабые места в наших регистраторах. И понятно, что вот различные меры, они позволяют все равно заставляют управленцев на местах, это я имею в главных врачей, принимать те или иные меры, то есть по подбору кадров в регистраторе, по материальному, моральному их стимулированию, для того, чтобы вот этот раздел работы подтянуть. А та же самая работа мы проводим и с приемными покоями. То есть здесь как бы вот понятно, что за один год, там сказать, за полгода изменений кардинальных не удается добиться, но мы видим, что вот за два года все-таки 3% удовлетворенность повысилась в населении. Это при том, что у нас, по большому счету, в качестве врачей и медсестер прибавилось, но не сильно, так сказать. Они кардинально не решили пока проблему с укомплектованностью кадрами. То есть изменилось просто отношение к людям в поликлиниках и в наших стационарах, что повысило удовлетворенность населения медицинской помощью. Вы сказали, что жители отдаленных районов, вот когда мы говорили относительно онкологических ситуаций, в принципе, попав единожды в онкоцентр, уже не должны больше никуда бегать, беспокоиться, и эту помощь они будут получать. Но тем не менее здесь, в столице региона, да. Валентина Сащенко в поселке имени Шмидта живет уже полвека. На здоровье не жалуются, но недавно, говорит, ногу прооперировали, и на перевязке приходится далеко ездить. В поселке нет ни одной поликлиники, а здесь живут и маленькие дети. И еще, чтобы детского доктора сюда нам посадили. Вот у нас вот в округе 10-15 детей от 10-летнего возраста. И у меня уже правнуки есть тоже. Хотя бы, пускай раз в неделю, в месяц там два раза принимал бы. Людей услышали. Здесь откроется офис врача общей практики. Подготовительные работы по возведению модульного медицинского пункта почти завершены. Заливка основания на финальном этапе строители работают с опалубкой. На следующей неделе уже привезут модуль и начнется монтаж. Долгие годы для 2,5 тысяч жителей поселка Шмидта вопрос получения медпомощи стоял особо остро. Порой железнодорожные составы перекрывают оба выезда и в город просто не прорваться. Теперь для пациентов заработает здание на 150 квадратных метров. Я думаю, что нам район, город поможет, чтобы подключиться и максимально быстро, чтобы здание у нас не стояло коробкой, а сразу функционировало с водой, с отоплением, с охраной. Врач общей практики будет принимать каждый день. Сейчас решается вопрос о графике, по которому будут принимать узкие специалисты. Работать начнут с сентября. Вот эта ситуация достаточно характерная, наверное, для нашей области. Каким образом все-таки будет решаться, какие планы на увеличение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных районов? Вы знаете, вот в этом плане наша область имеет хорошие традиции, потому что, ну, если те, кто помнит, в старые времена, еще, скажем, советские, когда сельская медицина, это была центральная районная больница и сеть фельдшерских пунктов. То есть там все врачи сидели в районном центре, или, может быть, была одна участковая больница, если было еще какое-то очень крупное село в районе, да, а все, значит, все врачи были сконцентрированы вот в одном или в двух местах. Где-то в течение 10 последних лет у нас стала развиваться программа строительства офисов врачей общей практики, как раз вот именно в селах. У нас есть районы, в которых построено по 5, 6, 7 офисов. То есть врачи первичной помощи, то есть это врач или терапевт, или чаще всего это врачи общей практики, они так и называются, офисы врачей общей практики, они приехали уже в глубинку. И теперь для того, чтобы жителю отдаленных каких-то поселков попасть к врачу, ему не надо ехать там 50 или 70 километров в райцентр, это достаёт, как правило, в радиусе 10 километров обслуживания этого офиса. И поэтому вот эта практика, она себя занимала хорошо в сельских районах, было построено около 160 таких офисов, причем мы смогли привлечь врачей, поскольку там было льготное кандидатование потечь, то есть там они могли получить квартиру, плюс хорошая зарплата со стимулирующим выплатом, это было еще до всех последних заказов, то есть это было наше ноу-хау, позволили насытить эту сеть врачами. Сейчас мы пошли по такому же пути и в городах. Там есть такие поселки, как поселок Шмидта. В прошлом году мы пустили три офиса врачей общей практики в Кубежском районе, потому что он тоже очень сильно разбросан. Там как раз та же самая ситуация была, что центральная, значит, в Кубежском районе находилась на 116 километре, да, и очень далеко и неудобно было по логистике добираться пациентам до этого учреждения. Сейчас в каждом из поселков построен офис врачей общей практики. И мы видим, что вот напряжение пациентов, которые говорили, что вот мы не можем, нам неудобно и так далее, потому что мы же, у нас есть обратная связь, мы читаем обращения, да, я вот за год просчитываю, ну, так скажем, около 4 или 5 тысяч обращений на жителей. Я вижу, вот, как бы сказать, вот слой, где какие средства, где какие есть проблемы. И мы видим сразу, что вот эта точка, которая была у нас горячая, она пульсировала, да, она стала как вот холодеть, да. Мы видим, что пока еще не все вопросы отрешены, но, тем не менее, сама острота проблемы, она снята. То же самое с поселком Шмидта. То же самое в планах у нас есть Красноглинский район, потому что там тоже есть такие же поселки, не совсем хорошая материальная база, есть отдаленный поселок, поселок Прибрежный. Поэтому мы поочередно подступаемся, вот, насколько хватает денег. И было бы много денег, мы бы сразу где построили, понятно, да. Но вот пока вот мы выбираем приоритеты там, где у нас горячо, где наиболее вот низкая удовлетворенность, где мы видим, что, ну, без этого уже никак нельзя на этом этапе, там мы возводим вот такие офисы. И, возможно, и с этим тоже связано то, что у населения повышается уровень доверия, удовлетворенность, медицинская помощь. Ну, вот про деньги вы уже сказали, что, в общем, было бы больше денег, стали бы больше строить офисов. Но женщина все же говорит, а вот нам бы еще детского врача, вот нам бы еще того-то, и нам бы еще того-то. Ну, давняя проблема, наверное, здравоохранения России – это кадровый вопрос. Все-таки насколько удачно он решается в Самарской области, на ваш взгляд? Понятно, что не хотят, наверное, молодые, хорошие специалисты ехать куда-то в глубокую деревню работать. Проблемы, на самом деле, это общие для всей страны. И здесь не только вот в общем недостатке, а еще в дисбалансе того, что у нас в первичном звене, то есть это поликлиника, в ОПы, у нас врачей не хватает, так сказать, на периферии. То есть вот в моменте первой встречи пациента с врачом, а в стационарах их, ну, относительно избыток. Там хозяй тоже есть совместительство и так далее, но все равно врачей в стационарах, ну, так скажем, достаточно. Особенно с учетом того, что, возможно, у нас есть некоторый избыток стационарной помощи, которая компенсирует вот некоторую недоступность при клинической помощи, особенно в таком мегаполисе, как Тольятти, который является для нас проблемным в этом плане. Поэтому, если до последних двух лет у нас, мы каждый год только констатировали, что у нас вот настолько-то врачей на 50, на 100, на 200 стало меньше, то впервые в 2013 году мы констатировали, что у нас пришло 220 врачей в систему плюсом. Впервые. То есть не только уходили пенсионеры, уходили люди из системы, а вот они пришли плюсом. В прошлом году 150 человек еще плюсом пришли. Чем бы их заманили? И медсестры, у нас тоже есть проблемы с медсестрами. Они только в прошлом году, мы их увидели, что их там 197 человек, на 197 человек стало больше. Здесь, по большому счету, несколько факторов, но первый из них, конечно, это материальный. Потому что есть, вот работала программа «Земский доктор», вы про нее, наверное, слышали, когда врачам, молодым, до 35 лет, который поехал на работу в сельскую местность, им выплачивался миллион. И они должны были за этот миллион отработать 5 лет в этом селе. Прекрасная мотивация, да. При этом там можно было на этот миллион или купить квартиру, или построить дом. Вот, поэтому за годы, вот, за три года почти 300 человек, без одного человека у нас уехало в сельскую местность. С этого года у нас увеличен возраст, до 45 лет увеличили, чтобы насытить периферию врачами, специалистами. И мы планируем, что где-то человек 180, наверное, в этом году нам удастся привлечь. Причем это не только внутренний наш резерв, да, потому что понятно, что они уезжают из того же самого города, да, и уезжают в деревню, хуже становятся в городе, да, их тоже не везде хватает. Из других областей едут к нам работать. Плюс у нас еще есть, ну, ряд территорий, которые дают жилье. Мало того, что миллион, тебе еще дают квартиру. Есть там территории, которые там, там, Кельчеркассы, Похвестнево, Клявлино. Там главы районов обеспокоены тем, что у них в свое время было плохо с врачами. Они плюс к этой мере, к нашему миллиону, дают еще и жилье. Ну, пусть оно служебное будет или что-то такое, но в целом это нормально. И наша еще областная мера 166 тысяч, так называемых, подъемных, где мы даем ее на всем специалистам, которые едут работать, независимо от того, куда они едут работать. Самое главное, чтобы едут работать по наиболее дефицитным специальностям. Это у нас анестезиологи, реаниматологи, это у нас неонатологи. Сейчас это стало педиатр, к сожалению, их тоже очень не хватает, особенно в Тольятти. И вот эти 166 тысяч врач или медсестра, и еще для медсестра тоже распространяется. Должны отработаться три года на этом месте. Ну, не миллион, но тоже хорошо, да. Сергей Анатольевич, вот какой я хочу вопрос вам задать. Вот мое личное мнение, что сейчас какая-то эпоха непрофессионализма у нас во всех сферах. Специально выписала высказывание министра нашего российского здравоохранения Вероники Скворцовой. Вот так она сказала. Уровень подготовки не просто снизился, это о молодых специалистах-медиках, он просто бесстыдно низкий. Причем, к сожалению, это касается не только частных, неизвестных медицинских факультетов, но и большого количества известных с хорошим анамнезом вузов. Что по этому поводу у нас? Вы знаете, ну, здесь, наверное, эти слова не совсем относятся к нашим выпускникам, потому что наш вуз является одним из ведущих. Ну, и это в целом, конечно, по стране, да. И у нас он, так скажем, очень сильно продвинутый, и есть симуляционный центр, и образование студентов, так сказать, уделяется очень большое внимание. Конечно, можно понять, что не все, так скажем, 100% входящих, они вот, так сказать, являются специалистами сразу, как пришли. Но сейчас пришли на работу. Но вот сейчас уже в последние годы, вот по отзывам коллег, которые работают, встречают студентов, они сказали, что уже уровень их изменился к лучшему. Как раз, наоборот, потому что видно и больше желание работать и что-то узнать, чем-то овладеть и так далее. Опять же, студенты становятся более ориентированы на первичное звено, потому что, ну, во-первых, в акционарах его строится трудно, и плюс здесь еще оказывает влияние то, что где-то года три назад институт возродил практику летнюю в учреждениях области. И по студентам, особенно те, кто уже куда-то планирует ехать работать, они едут и работают месяц там, где будут они, там, через два-три года выйдут на работу. И уже и руководители видят, кто к нему придет, и он затрясован, как его можно использовать, и он видит, какие у него перспективы есть в этом районе, да, поэтому здесь, возможно, и то, что у нас стал больший возврат, вернее, трудоустройство именно по специальности, потому что раньше доходило время, когда почти каждый второй уходил из специальности после окончания института, да, сейчас более 85% устраиваются у нас все-таки в лечебном учреждении, да. По специальности. Хотелось бы еще, чтобы мы успели с вами коротко, может быть, поговорить. То есть вот пациенту что важно, чтобы ему не нагрубили, чтобы его приняли внимательно, но ему еще и важно прийти в красивую, там, чистую больницу, поликлинику, чтобы было в ней оборудование и так далее. Вот подсмотрела у вас на сайте, работает, работают веб-камеры, где можно посмотреть, как строятся наши какие-то ведущие объекты в области. Вот даже сейчас вот режиссер мне подсказывает, что можно посмотреть веб-камеры со строительства кардиоцентра, да. А вообще, какие вот очень важные объекты сейчас уже в стадии достраивания и можно ждать завершения строительства? Вы знаете, здесь вот я как раз сказал, что денег мало, да, поэтому мы должны как-то рассчитывать не только на свои силы. Вот этот корпус кардиохирургический, это, так сказать, продукт государственного частного партнерства. То есть здесь инвестор вкладывает деньги, и деньги достаточно большие. Пациенты будут лечиться в рамках системы обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для него, да, он будет лечиться в современном здании, на самом современнейшем оборудовании, которое нет нигде в привозке в федеральном округе. Поэтому вот это то, что мы увидим в следующем году уже, в первой половине однозначно. Опять же, есть объект, на который тоже можно посмотреть, например, на сайте областной больницы имени Середавин, там тоже есть веб-камера, которая установлена на строительство перинатального центра. Его не было у нас на самом деле, хотя область была продвинута, он был на функциональной основе приспособлен из городского роддома, из обычного. Ну что такое приспособление, что такое типовое, да, это две большие разницы. И вот строится роддом на 130 коек, который, ну, будет тоже самым лучшим роддомом уже в Самарской области. Мы запланируем закончить его в июне следующего года. То есть вот в начале, в первой половине следующего года у нас будет два таких знаковых объекта, введенные в строй, которые помогут и родиться, и тишкам. То есть дело за жителями, пусть рожают, да? Да, и будет, и где рожать, и будет, где получить помощь уже в более возрастном периоде, кардиохирургическую помощь. Сегодня уже, как мне кажется, уходят в прошлое вот эти огромные очереди в регистратуру, и эти очереди, когда нужно в 6 утра, там, в 5 встать, прибежать, караулить папку, записаться к узкому специалисту. Насколько широко внедряются в наши учреждения какие-то электронные методы, информационные технологии? Удалось разгрузить поликлиники с помощью вот этих моментов? Удалось. Причем наше регионство входит в десятку самых продвинутых в России по внедрению электронных методов записи на прием к врачу. И это находит отклик, ну, правда, в первую очередь в среде молодежи больше. Вот основные потребители услуг в медицинских поликлиниках – это пожилое население, да? Вот был я, например, в 15-й поликлинике, там, где все отлажено, есть все. Увидел бабушку, отходит от регистратора. Я говорю, вы как попали сюда? Она говорит, ой, сынок, я сюда пришла полвосьмого, заняла очередь, 8 часов, там, так сказать, в 7 часов, в полвосьмого зашла, поликлиника открылась, пошла, этот сам талончик взяла. Я говорю, вы талон-то взяли когда? На сегодня взяла. Правда, у меня был, но я его потерял, но пришлось еще раз вставать. Я вот просто, есть интернет, да, но есть у нас такая форма записи, как информат, которая стоит в холле любой поликлиники. Я подошел к ней, с ней говорю, давайте посмотрим. Вы вот сейчас вот отошли от регистратора. Вот мы отошли, я говорю, к какому врачу? Вот терапевт такой-то. И мы с ней набрали и время, и на 8 часов, и на 8.12, и на 8.24 было свободно. Ну, сложно, наверное, все-таки разобраться с этим. Ну, мы все-таки, опять же, в большинстве поликлиник должен стоять человек, который должен помочь, да. Потому что, ну, с первого раза может быть сложно, там хотя и большие, так сказать, табло, и буквы крупные и так далее, поэтому там, в принципе... Тем не менее, в банках вот стоят, да, люди, подсказывают. Ну, я сегодня видел, да, вот пол восьмого еду, стоят бабушки около почты. Понятно, за пенсию, да. Я думаю, что у них пенсии не хватит, им не дадут пенсию, вот если они не займут очередь пол восьмого. Ну, привычка и что-то еще, наверное, да. Ну, и желание, так сказать, пообщаться, обсудить, это тоже свой социум получается. Сергей Анатольевич, еще очень хотелось обсудить бы вот какую тему. Сегодня как раз в интернете видела большую дискуссию, люди пишут, что очень часто наши российские врачи отказывают пациенту в лечении, потому что понимают, что вылечить этого человека уже нельзя, а западная медицина, наоборот, радостно берет деньги, берет людей, ну, как бы лечит, человек возвращается и умирает. Насколько, по-вашему, жизнеспособна палеотивная медицина? Очень много об этом говорят. Ну, нельзя вылечить человека, ну, можно же облегчить его страдания. Хороший вопрос, потому что палеотивная медицина, на самом деле, это та отрасль медицины, которая, в принципе, нуждается еще у нас в дальнейшем развитии. В хосписе все-таки это удел онкобольных. Хотя у нас есть больных из другой тяжелопатологии, которые тоже так же очень тяжело живут и так же тяжело завершают свои дни. Поэтому у нас стоит задача сейчас найти варианты, возможности развития этой помощи, для того, чтобы было не только для онкологических больных, а для всех больных, которые нуждаются именно в палеотивной помощи. Не в хосписной, а в палеотивной, под правильный термин. Сергей Анатольевич, спасибо вам огромное за всю информацию. Мы успели с вами поговорить, правда, о том, что нужно для того, чтобы было хорошо в центре, но еще очень важно, чтобы было хорошо и докторам работать, так же комфортно, так же надежно. Ну, прежде всего, вас, как медика, с наступающим праздником. Многие люди, даже выучившись в медицинских университетах, меняют род деятельности, работая в совсем других отраслях. Потому что быть медиком нелегко. Это всегда чужая боль, запах, стоны. И те, кто решил связать свою жизнь с медициной, заслуживают глубокого уважения и признательности, в общем-то, за каждодневный подвиг, который им приходится совершать. С наступающим праздником и будьте здоровы. Спасибо большое за добрый слава. Будьте здоровы.